Ни претензий нет, потому что человек платит за землю, он ей пользуется и оплачивает в бюджет городской, в нашу общую копилку вовремя. Есть вторая сторона, бизнес. Его тоже надо развивать, поддерживать, наполняет тот же бюджет. Так вот, у него есть интерес, ему выделили. Остается третья сторона, вы, жители. Теперь спрашивают вас, как вы хотите. Так вас спрашивают. Мы еще собрали, что вы сказали изменения. Вы сказали, что люди нет. Я против. Вы против. Хорошо, давайте так. Против высказались. Давайте послушаем вторую сторону. Может быть, кто-то хочет высказаться «за», чтобы не было односторонних. Кто-то хочет другое предложение. Есть дело в том, что, наверное, «за» не входит. Есть люди, которым безразлично и которые против. Безразличные – это люди, которым нужно просто 50 грамм и все. Нет, но они не пришли. Они не будут голосовать. Я имею в виду, те, кто пришел, хочет высказать другое мнение или уже можно голосовать? Если нет других мнений, все против. Мы все против. Мы все против строительства вот этого трехэтажного здания. Тогда давайте так. А ему не хватит места вот там построить эти вот елочки стоят возле АТП? Нет, там не надо елочку делать. Ну почему? Там нету ясно. Давайте сделаем предложение на минуту, так, отдельно. Убрать вот эту всю шарагину контору, в которой мы не спим. Вот, построить вот эту шикарную… Вот, Advanced быция АТП? Здесь я могу ответить. Сейчас, вот, отложите, Арктирск, скажет можно ли. Отout, я соберу parler. От живого дома. От живого дома, там где есть окна, любое капитальное строение должно стоять, на расстоянии 15 метров. В Моссе пусть поставят, там есть пол. Это вопрос от входа. Там есть м GoPro. А между домом и домом надо 50 метров. Туда, сюда, туда, назад. Должно быть на 50 метров. У нас этого не получается. Вы будете архитектором, вы будете рассказывать, сколько метров куда надо. Да, специалист в этой области сказал, что там строить нельзя. Хотя мы выходили с предложением, что может быть туда. Архитектура не разрешит. Значит, пусть человек в другом месте попробует заезжать. Можно сказать, что здесь абсолютно нет никаких нарушений. И согласно пожарных, и согласно санитарных. В этом смысле. Нет никакой задолженности по заработной плате. На сегодняшний день, по арендной плате за участок. Кроме того, вы должны понимать, что строительство, это строительство, он дает работу очень многим. Один строитель дает десяти нестроителям. Кроме того, это рабочие места в будущем. И кроме того, человек, я просто строил в местах существующей состройки. Все были настроены плохо. Потом, когда к людям приходили и говорили, мы вам дадим 200 тысяч гривен на то, на то, на то. Они говорили, на что? На вот это. И все строилось нормально. Чем вот эти вот утиры, и киевские, которые незаконно стоят лучше, будет нормально, красивое здание. А я не говорю, я просто нормально благоустроенный территорий. Да, да, да. Всем высказаться, чтобы все мнения были услышаны. А куда же это такая ситуация в виде в городе? Детская площадка, к вашему мнению, это детская площадка, которая с отвлекательным общежитияю. Выходит нужно так же? Нет, она здесь. Зачем строить около трежного подъезда? Давайте резюмируем, да? Я поступила, предложили, чтобы все поняли. Мы не благоустроили вот эту детскую площадку, только начали благоустроить перед выборами. Как всегда у нас делают. Я, кстати, ее сделал после выборов, в декабре месяце. Ну, правильно, правильно. Обещания были даны заранее. Заранее даны. Обещания до выборов. Просто вы не успеваете. Я понимаю, просто депутат, который обещал вот это, я говорил строителям, которые здесь делали. Они сказали, что эта детская площадка должна была построиться заранее. Просто ее не успели, выборы прошли, а ее уже потом дорабатывали, потому что обещания были даны. Нет, давайте будем говорить о том, что перед выборами была запущена программа «Мой дворик» или как называлась, да? Гранатуров ездил, Юрий Александрович, вот здесь по дворам открывал, но он не все успели построить. Наверное, достроили позже. А почему не благоустроили вот эту еще детскую площадку? Эту площадку построил здесь, что я специально построил после выборов. У меня были привязки к крану. У вас есть чудесная возможность поблагодарить человека лично за его вхват, что он лично построил безо всяких требований. Не надо около каждого подъезда странились, а потом перед новым годом считать. Денежки вот сюда пришли почему-то. Интересный. Вот этот дом, вот этот дом. Еще не приходит с других домов. Вы думаете, вот эту площадку на входе. Почему-то площадка есть. Нет, подождите. Скажите, лучше бы ее не было. Будем говорить так, претензий не надо предъявлять человека, потому что он просто он вам построил ее одну. Я очень мало, и с кинутки хватает. Спасибо за это. Мы шельцы тоже собирались вот эту площадку поустраивать. Чтобы она больше была хотите. Да. Вот, пожалуйста, можно плавустроить вот здесь еще площадка. Не можно, а нужно, потому что я не собираюсь, чтобы я не видела света. Мне должен вот этот дом перекрыть дыхалку. Я не вижу ни света, ничего, а мусор вижу и вижу Массандру. А на Массандре там... Массандра, так, ладно.